Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Седьмого Созыва, а также приглашенными должностными лицами. Встреча главы государства с парламентариями, завершающими работу, традиционная. Это повод подвести итоги и озвучить задачи на будущее для избранных в единый день голосования. Уходящему составу пришлось работать в непростой для страны период. Это и вызовы, связанные с пандемией, попытка Блицкрига в 2020-м, санкционное давление, наконец, подготовка изменений в основной закон страны. А после референдума приведение в соответствие законодательства. Почти два года ушло на кропотливый пересмотр и создание девяти десятков законов. Глава государства в целом высоко оценил работу парламентариев, отдельно отметив их надежность и преданность белорусскому народу. Совместными усилиями удалось сохранить в нашей стране полноценную мирную жизнь. Что важно, получилось ориентировать общество на позицию, которая предполагает создание условий для решения проблем гражданинам, а не просто возложение всей ответственности на государство. Вместе с тем, наша страна неизменно остается социально ориентированной. Отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и государственных органов. Отсутствие разногласий, мелочной борьбы, политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов. Вы придерживались именно такого стиля работы. Обе палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами и всегда выстраивали работу, исходя из интересов белорусского народа. Люди это видели, сделали соответствующие выводы, которые происходили в нашей стране и во всем мире. Белорусский народ здраво оценил ситуацию, в очередной раз подтвердил свою мудрость и стремление быть хозяином на родной земле. Еще одна проблема последних лет – геополитический разлом. Масштабный системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем. Не только, кстати, в военно-политической, но и экономической, гуманитарной сферах. Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкции на уничтожение. На фоне того, что происходит сегодня у многих наших соседей, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью. Мы значительно укрепили свои вооруженные силы. Никуда не денешься. Экономика демонстрирует рост. Люди работают и получают зарплату. На улицах городов спокойствие и порядок. Государство выполняет свои социальные обязательства. И самое главное, наши граждане ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Это недешево стоит. Достойный уклад в общее дело внесли и парламентарии. По сути, это финальное заседание Национального собрания седьмого созыва. Новый начнет работу уже завтра. К слову, в его составе 20 депутатов из предыдущего состава. Глава государства отметил, деятельность вновь избранных депутатов и сенаторов совпадет с избирательной кампанией 2025-го. В этой связи на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского согласия. Их позиция и деятельность должна быть заметна. Очень важно, чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным, чтобы за парламентской трибуной, в СМИ, за пределами страны они достойно представляли Беларусь и давали жесткий отпор нашим оппонентам и противникам. Примером для нового става Национального собрания должны стать многие депутаты и сенаторы уходящего созыва. Вновь избранные парламентарии будут работать в период важнейшей общественно-политической кампании и не только в новоизбранные. Вам придется это в выбору президента в 2025-м году. Уже сегодня, очевидно, в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать. И важно понимать, что на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского мира и согласия. Парламентарии, полномочия которых завершаются, также не останутся в стороне от общего дела. Абсолютно уверен, что бывших депутатов и сенаторов не бывает. Это очевидная непреложная истина. Все вы прошли хорошую школу, работая здесь, в Национальном собрании. Ваши опыты, опыт, знания, готовность беззаветно служить интересам Родины обязательно будут востребованы государством. Кроме того, в своих добрых начинаниях вы всегда найдете мою поддержку. По традиции президент вручил государственные награды депутатам и сенаторам. Так, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко удостоен Ордена Отечества первой степени. Игорь Марзалюк – звание «Заслуженный работник образования». А Михаил Русый – почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Всего в числе награжденцев 17 парламентариев. Итак, главное событие дня космического баштаба и время, когда все взоры обращены к небу. Впервые в нашей суверенной истории на орбиту отправится гражданин Республики Беларусь. Ответственная миссия у Марины Василевской. Напряжение нарастает с каждой минутой. Мене трех часов остается до старта ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25», на борту которого наша соотечественница вместе с космонавтом Олегом Новицким и астронавтом НАСА Трейси Дайсон отправится в космос. Участники 21-й космической экспедиции посещения МКС уже на Байконуре. Сегодня с ними мысли миллионов жителей нашей страны и далеко за ее пределами. Марина Васильевская приложила максимум усилий, чтобы мечты всех белорусов о покорении космоса стали явью. Этому историческому моменту предшествовала колоссальная подготовительная работа. Девушка достойно выдержала все тренировочные испытания, продемонстрировав свой сильный характер и отличную физическую подготовку. Участница полета освоила тонкости космического дела и уверена в своих силах. На космодроме находятся и родственники основного и дублирующего экипажей. Накануне их вместе с представителями молодежи и учеными по распоряжению президента доставили бортом Белаве. В последние часы перед полетом справляться с эмоциями все сложнее. Но близкие космонавтки не показывают волнения, хотя это и непросто. Как впечатления? Отличные. Погода супер. Все штатно пройдет. Все отлично. Все у них получится. Все будет хорошо. Мы рады за них. Мы будем ждать на Земле. Атмосфера на Байконуре трогает сердца. Сотни туристов прибыли в город, чтобы стать свидетелями космич-исторического события. Подавне традиции мира космонавтики провожали команды под легендарную песню «Трава у дома». Песня «Трава у дома» По мероприятию за нашу страну. Мы очень рады, что летит такой международный экипаж. И мы, как женщины, рады, что там большинство. И с такой поддержкой, как вот наш мужчина, я думаю, что им будет комфортно. И все будет удачно. Полет будет очень продуктивным, очень удачным. И вообще давайте за мир во всем мире. Это просто круто, потому что это, наверное, единственное мероприятие, которое в нас поднимает наш дух еще Советского Союза. И я думаю, что любой человек, который живет в России, он любит космонавт, он любит космос, он гордится нашими, вашими космонавтами и американскими всеми. Это просто полет будет чудесный. Как сообщает Роскосмос, в 11.30 ракета была допущена к заправке. Экипаж надел скафандр и отправился к месту старта космического корабля. Пуск назначен на 16 часов 21 минуту и 19 секунд. К МКС экипаж с белорусской Мариной Василевской отправится по короткой траектории. Уже через три часа после старта запланирована стыковка с космической станцией. Здесь Марина Василевская проведет 12 дней. За это время ей предстоит выполнить научную программу, которая включает семь целевых работ. Отмечу, о желании отправиться в космос заявили более двух тысяч белорусов. Но пройти строгий отбор смогли только двое. Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова. Все этапы пройдены стойко. Официальные итоги президентских выборов в России объявила Центральная избирательная комиссия страны. Так, набрав 87% голосов, победу одержал действующий лидер Владимир Путин. Итоговая явка избирателей составила примерно 77,5%. Это исторический показатель. В списках избирателей были более 113 миллионов россиян по всему миру, отметила глава ЦИК. Наблюдали за ходом голосования представители 106 стран, в том числе члены Центральной избирательной комиссии Беларуси. Напомню, президент в России избирается сроком на 6 лет. Впервые в истории страны выборы проходили в течение трех дней, с 15 по 17 марта. Польские фермеры заявили о продлине протестов. Власти не отреагировали на вчерашние манифестации аграриев, поэтому они продолжат блокировать дороги по всей стране. Представители сельского хозяйства страны выступают против импорта украинской продукции и зеленого курса Евросоюза. Оба этих фактора снижают прибыль фермерских хозяйств и лишают их возможности конкурировать на рынке. Добиваться внимания властей люди и дальше намерены посредством демонстрации. Сегодня в планах активистов осада столицы. На этот раз они обещают, что полностью заблокируют все въезды и выезды из города. Разделяют боль фермеров и поляки, занятые в других сферах. Согласно данным последних соцопросов, около половины респондентов назвали политику правительства Дональда Туска в отношении местных аграриев поражением. Продолжение следует... Также госсекретарь Совбеза ознакомился с условиями проживания и бытом бойцов. Напомню, личному составу предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники, в том числе осуществить выход в назначенные районы для выполнения задач боевого дежурства. Проверка позволит оценить способность командиров управлять подчиненными в различных условиях обстановки, уровень подготовки личного состава и его способность выполнять поставленные задачи. Мирно-глобальном и региональном уровнях проходит через сложный процесс трансформации. Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии в современных реалиях обсудили сегодня в Белорусском госуниверситете. Смена мироустройства – это определенный вызов, в том числе и для нашей страны. Однако в период жесткого санкционного давления со стороны Запада для нас открываются новые возможности, подчеркивают эксперты. Так Беларусь выходит на новые рынки стран Дальней Дуги, налаживаются отношения с государствами Латинской Америки, Азии и Африки. Вопросы экономического, политического и социально-гуманитарного сотрудничества стали ключевыми на конференции. В докладах прозвучали конкретные предложения, которые можно использовать на практике в дипломатической деятельности в целях укрепления международных связей. Они помогут в содействии экономическому росту и гармоничному социальному развитию нашей страны. Структура многополярного мира является наиболее сбалансированной. И более того, в сотрудничестве с нашими партнерами, нашим стратегическим партнером Российской Федерации, мы в наиболее полной мере можем реализовать наш потенциал, научно-технологический потенциал, экономический потенциал, потенциал социального развития. Поэтому дальнейшее продвижение мира в сторону многополярности, оно отвечает нашим белорусским национальным интересам. И мы надеемся, что это будет способствовать более динамичному налаживанию связи с нашими партнерами за рубежом. Участниками форума стали преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и специалисты в области международных отношений Дипломатической и Консульской службы Беларуси и России. По итогам конференции подготовят сборник научных материалов, которые разместят в электронной библиотеке БГУ. Продолжение следует...